Зачем человеку нужна водка? Зачем человеку нужны вполне разрешенные химические вещества? Тринквилизаторы, антидепрессанты, нейролептики. Как бы наша внутренняя основная идея, она заключается в том, что наркотики не нужны, они вредны. И мы в уме пытаемся разводить эти два понятия, нужности и вредности, и поэтому как бы теряем человека. Получается у нас, что наркотики это такие агрессивные вещества, которые на человека охотятся и сами во всем виноваты. Есть один универсальный ответ, и простите меня, если кому-то покажется, что я уже этот ответ давал. Очень простой. Это лекарство против страха. Как бы остается только один вопрос. Что такое страх? И сразу за ним, что же все-таки такое зависимость? Существует огромное количество вопросов, вечных для человечества. На которые мы как-то последние годы вообще перестали пытаться отвечать. Любой человек считает, что он гораздо добрее, чище, чем ему удалось встать в жизни. Где-то в глубине души мы себя чувствуем как бы гораздо лучше, чем мы есть на самом деле. Только почему-то вот этим лучшим человеческим, подлинным мы не действуем, а действуем чем-то, что сами же считаем плохим. Ну, я могу очень долго эти действия иметь в виду. Ну, врем, приспосабливаемся, не поддерживаем людей, точку зрения которых мы ощущаем как правильную. Устраиваем на работу родственников, пьем по вечерам от бессилия, ну и, конечно, принимаем наркотики. Это тоже проблема, которая когда-то сформулирована апостолом Павлом, когда он говорил о внешнем и внутреннем «я». Мы следуем за внешней нуждой жизненные обстоятельства, государство, как мы очень любим ссылаться, окружающие нас люди, как бы принуждают нас действовать так, как мы не хотим. Ну, вот, как говорят обычно родители о своем ребенке, который начал принимать, например, наркотики или там хотя бы начал принимать наркотики. Ну, например, таблетки бросать в себя в ночном клубе или на дискотеке. Чаще всего мы говорим «попал в дурную компанию». Что подразумевает? На самом деле ребенок-то у нас хороший, а вот компания плохая, и поэтому он не виноват. Это вечный вопрос, который, как мне кажется, нам нужно, в котором нам нужно, ну, хотя бы ориентироваться. Что это такое «хорошее я» или «подлинное я», и что такое вот это наше желание поступать, как все, неправильно, плохо, безотносительно к сути этого поступка. И на это есть тоже ответ, и этот ответ столь же прост, поскольку он точно такой же. Это лекарство против страха. Наверное, осталось попробовать определить, наверное, стоит попробовать определить, что же все-таки такое страх. Я, несомненно, понимаю, что существуют самые разные концепции страха, но я вернусь к самой старой психологической концепции, которая принадлежит от Таранку, секретарю Фрейда и нестандартному психоаналитику, который для меня фактически стал одним из основателем, если не единственным основателем всего того, что потом получило название «экзистенциальная психология». В наших лекциях я Ранка, между прочим, уже вспоминал, и вспоминал я тоже в связи со страхом. Мы когда-то обсуждали первичную родовую травму. Было это на лекции по теории наркомании. И если кто-то хочет совместить два взгляда, то он может ту лекцию по теории еще разок посмотреть. Так вот, с точки зрения Ранка, которая сегодня, в общем, является более или менее общепринятой, у человека есть некоторый стереотип страха, который возникает в тот момент, когда он рождается на свет. Я рассказывал о первичном объекте. Человек находится в матке, внутри матери, и находится он там в неком абсолютно защищенном состоянии. Все его потребности удовлетворяются мгновенно. Ему не нужно их осознавать. Матка сохраняет постоянную температуру тела, питает его, даже отчасти ласкает. Дальше следуют роды. При этом, с точки зрения самого эмбриона, он, по всей видимости, мы не можем этого проверить, начинает испытывать страх, потому что вся окружающая среда, весь мир, вся Вселенная, как в фильме «Матрица», а с некоторой точки зрения братья Ивачевские описывали именно внутриутробные переживания и внутриутробные страхи, как бы начинает куда-то его выпихивать. Напомню, что это происходит, по всей видимости, через длинную, с точки зрения эмбриона, бесконечную мягкую трубу. Потом его выбрасывает в мир. И вот этот момент его рождения на белый свет одновременно порождает два страха. Ну, давайте будем считать, что вот это вот «я». Хотя «я» как чувство, оно возникает несколько позднее, разумеется. Это матка, условно. И я пытаюсь объяснить, что отсюда это самое «я» выделилось. А это внешний мир, в который «я» предстоит попасть, и в которое «я» уже попало. Понятно, что объем того пространства, в котором оказывается ребенок сразу после родов, в невероятной степени больше, чем объем внутриматочного пространства. А его характеристики абсолютно другие. В этом пространстве нужно кричать самому, нужно открывать глаза. Это пространство шокирует и вызывает некоторое чувство неопределенности. Так вот, страх перед тем, что осталось позади, перед маткой. Вот Иранг назвал страхом смерти. А страх того, что ждет человека впереди, в этом пространстве, в котором он появился на свет, он же назвал страхом жизни. Что такое страх смерти? После родов и дальше по мере жизни возникает некое «я», некое чувство отдельности. Его формирование тоже можно разделить на этапы. здесь, в матке, этого чувства «я» не было. И поэтому путь назад не только физически, разумеется, но и психологически невозможен, потому что здесь не будет «я». оно потеряет ощущение отдельности, аутентичности, самостоятельности бытия. Я растворяюсь в неком неведомом страшном пространстве. Собственно говоря, это и есть смерть. И это единственное, что мы знаем про смерть. И вне всякого сомнения, как писал, по-моему, еще Гильвец, и весь опыт смерти, который есть у человека, это опыт рождения на белый свет. И это действительно так. Что такое страх жизни? Страх жизни – это страх того, что ты не справишься с этим огромным пространством и со всеми теми сложностями, которые тебя в этом пространстве ждут. Самая главная сложность, между прочим, именно в этом чувстве неопределенности. Младенец вываливается во что-то огромное, но он не может, у него нет средств и способов определить, что это такое. И поэтому больше всего на свете мы боимся неопределенности. И какое чувство у нас появляется, когда мы ощущаем что-то, как абсолютно неопределенное? Как оно называется? Тревогой оно называется. Тревога – это знак неопределенности. Тревога – это чувство, в первую очередь направленное в будущее. По одной простой причине никто из нас не знает, что будет завтра. Это чувство, наверное, в каком-то другом своем виде как раз и появляется согласно представлениям очень многих психиатров, психотерапевтов, психоаналитиков как раз и возникает во время родов. Вот здесь неопределенность – это главное свойство всего этого мира. Она страшит. Здесь нет неопределенности. Совсем никакой. Но нету и я. Поэтому это начало тоже страшит. Человек оказывается между двух огней. Я хочу сказать, что возможно только для нашей психологии отечественной является неочевидным следующий факт. Вот то, что я нарисовал, условно, это нормальная экзистенциальная ситуация человека. Она есть у каждого. И очень сложно сказать. У нас, например, сейчас среди многих проблем поколения, ну, так, отступая от темы, чтобы было менее напряженно, у нас сейчас огромное число детей рождается кесаревым сечением. И это означает, что вот эта система страхов у них формируется не так, давайте скажем, по-другому, чем она формировалась у старшего поколения, у которого, в общем, на самом деле, кесаревое сечение было величайшей редкостью. В очень маленьком проценте случаев применялось. И это означает, в частности, огромное количество психологов сегодня, западных, пишут и говорят о том, что кесарево сечение порождает поколение скуки и лени. Почему? Ну, потому что эти два страха, страх смерти и страх жизни, это то, чего предстоит преодолевать каждому и в любом случае. Давайте их как-то обозначим. Это вот страх смерти, а это страх жизни. Я все время пытаюсь объяснить. На свете не бывает генетически обусловленных и врожденных наркоманов, а бывают только люди, которые пытаются попроще преодолеть вот эти врожденные или приобретенные после родов, страхи. Что происходит дальше? Чуть-чуть попозже. Маленький ребенок, маленькое я, еще не до конца сформированное, на самом деле не не может принимать те самые лекарства против страха, которые в такой моде сейчас. Ну, кстати говоря, любимое словечко лекарства против страха, наверное, все не помнят, но многие помнят. Был такой знаменитый роман братьев Вайнеров, «Визит Минотавров», один из любимых детективов старшего поколения. У нас был «Большой детективный голод». И там речь идет о неком фармакологе Панафидине, вокруг которого и совершаются преступления, человеке, который изобрел универсальное лекарство против страха, причем еще и безвредное, некий универсальный и супермощный транквилизатор. Братья Вайнеры это положительный герой. Братья Вайнеры считают его гением, который неоцененным, рецепт которого пытаются украсть. И только современный человек уже поколение после 90-х годов наверное, потихонечку должен научиться понимать, что любое универсальное лекарство против страха в любом случае превращается в наркотик, потому что жизненный путь человека он все равно лежит в обе стороны, только через преодоление страха. И преодолевая эти страхи как призма формируется то, что мы называем индивидуальностью. Не скажу личностью, но по крайней мере индивидуальностью. Потому что индивидуальность это индивидуальный способ преодоления тревоги и страха. Вы можете пользоваться тем словом, пользоваться которым вам спокойнее. А что служит первым лекарством против страха для того самого маленького я, которое страх пережило? ну, конечно, это материнская забота, правда? Она как буфер ложится между человеком, маленьким человечком и его страхами. Конечно, в первую очередь перед страхом внешнего мира. Поэтому, пожалуй, для того, чтобы объяснить, что же все-таки происходит с человеком, нам стоит добавить, ну, напомню, было бы невежливым с моей стороны, что Мартин Хайдеггер, один из ведущих философов прошлого века, это признано всеми, считал именно потребность в заботе и заботу главным экзистенциальным свойствам человека как сознательного существа, главным экзистенциальным свойствам сознания. Поэтому вот этот путь к преодолению страхов личность совершает, опираясь на то, как она, это самое я, ощущает заботу. а это самое я, по мере взросления, как правило, ощущает заботу как нечто избыточное или недостаточное. каждое я формируется, опираясь на избыток или недостаток родительской заботы о себе. Я это формулирую, чтобы подчеркнуть одну простую вещь. мы не рассматриваем сейчас патологические случаи, но не бывает некого идеального воспитания, при котором ребенок чувствует оптимальное количество заботы. Это ребенок чувствует, а не родители. И поэтому практически каждый человек, если только он захочет об этом задуматься, это второй сложный вопрос, испытывает или недостаток заботы, или ее избыток. Я не случайно рисую это либо ближе к страху жизни, либо к страху смерти. По той простой причине, что избыток заботы это даже не столько избалованность, сколько ощущения ребенком грубого вмешательства в структуру его я, его интимности. Это некая модель, она может быть и моделью гиперопеки, но может быть и моделью диктатора. дело в том, насколько человек в семье должен быть, насколько человек в семье имеет свободу, то есть насколько он может поступать, действовать, говорить самостоятельно, насколько он может иметь собственное мнение. Мы сегодняшние считаем, что ребенок, даже и подросток, и даже уже ребенок перезревший, все равно собственного мнения иметь не должен. Почему? Ну, потому что мир слишком опасен. Вообще говоря, у нас в стране очень силен вот этот самый страх жизни. страх жизни у нас порождает вот этот самый нездоровый коллективизм. За человека должны решать родители, семья, за семью, как правило, государство. Царя-батюшки уже нет, поэтому государство. Как бы оно умнее, там есть умные люди, они скажут, как поступать. Поэтому очень многие семьи, они у нас очень многие, они как бы подразумевают, они, возможно, так не говорят, вслух никогда не скажут, но ведут они себя так, что ребенок не может иметь собственного мнения или собственного пространства или собственных способов передвижения за пределами дома. По той простой причине, что это слишком опасно. мы совершенно не задумываемся о том, что потом, через некоторое время, мы же сами придем к этому ребенку и скажем ему, тебе пора жить самостоятельно. А он этого с детства не умеет, он просто не понимает, как это, жить самостоятельно. я не думаю, что нужно отдельно и подробно объяснять, что такое недостаток заботы, но недостаток заботы, забота это нечто, что усиливает страх смерти в человеке, по причине того, что недостаток заботы заставляет его думать, что его нет, что он из себя ничего не представляет, что он пустое место, что его личность не имеет значения. И самый типичный, конечно, пример такого рода людей, это дети-сироты, которые очень часто не умеют этого формулировать, но они очень часто чувствуют себя людьми, не имеющими права жить или имеющими права жить только из-под тяжка. Ну, например, я не могу говорить никаких вещей, я не могу, у меня нет своего пространства, у меня нет своего места в жизни, я как бы не существую. Поэтому я, скажем, начинаю пытаться воровать, потому что я пытаюсь присвоить себе какие-то части пространства, предметы и вещи, которые принадлежат другому человеку. конечно, вы же понимаете, что я имею в виду абсолютно крайние случаи. Но почему я решился об этом рассказать? потому что на самом деле вот этой призмы и размышлений над ней психологу, социальному работнику, культурологу в целом достаточно для того, чтобы рассуждать о человеке. Это как бы опорные вехи. Что такое ложное я? Ложное я это я, которое существует только ради защиты от страха или борьбы с ним. Структура ложного я будет непосредственно зависеть от родительской чуть позже еще от школьной конечно, ну в общем от той заботы, которая проявляется по отношению к маленькому ребенку в самом широком смысле этого слова. А дальше он будет создавать из материала, из своего опыта переживания заботы как первого способа отношения с людьми, он будет создавать поведение защищающее его от страха. Поведение, которое защищает человека от страха не только в случае наркотиков, но и в случае любых других форм подобного поведения мы называем ложным я, а апостол Павел называл внешним я. «Я». Почему? Ну, потому что это «Я» соткана из бесконечного количества страхов конкретных и мелких и их преодоления по отношению к внешнему миру. как человек борется со страхом? На самом деле всегда одним и тем же способом. с обоими страхами мы боремся. И этот один и тот же способ заключается в том, что мы создаем, пытаемся создать в жизни безопасный маршрут. Когда мы говорим «Человек стремится к постоянству», мы имеем в виду то, что я сейчас назвал постоянным маршрутом. Я вырабатываю иногда буквально постоянный маршрут от дома до определенного места работы и обратно. Знаю, в какие часы этот маршрут безопасен. И дальше всю жизнь хожу по кругу. По кругу опостылившие мне работы ненавистных мне коллег или там объектов моей деятельности. Почему? Почему я делаю не то, чего хочу? потому что это выработанный мной способ борьбы с детским страхом. Со страхом, который я пережил еще в младенчестве в основе своей. что такое синдром коллекционизма, который я недурно знаю на собственном примере, к сожалению. Это способ борьбы со страхом. что делает человек, который бесконечно меняет женщин или бесконечно меняет мужчин. Он пытается найти более заботливую мать, чем у него была в действительности. он пытается или он пытается сказать, что он более значим для этой жизни, чем он оказывается на работе. и это не постоянный маршрут, но это постоянное лечение. что такое постоянное лечение? по пьянству это всем, я думаю, жителям нашей страны хорошо известно. Это некоторый способ хотя бы на время ощутить себя в безопасности. здесь очень страшно. И мама, и папа говорили с этой стороны. А с этой стороны есть еще одна знакомая до боли фраза. И она свойственна тоже не только нынешним наркоманам. С этой стороны есть фраза я не хочу жить так, как жили мои родители. Я не хочу вести унылого существования. Потому что для меня это смерть. Я перестану от них отличаться. Индивидуальности не будет. Что может позволить себе преодолеть двигаться через эти страхи? Можно сказать, что и занятие человек будет искать увлечение, занятие, призвание. Человек будет искать либо преодолевающие страх жизни, либо преодолевающие страх смерти. Ну несомненно философ, священник и даже психолог. 50% не очень точная профессия. смотря чем увлечен психолог. И герой любовник. И это человек преодолевающий страх смерти, желающий быть заметным, отдельным, боящийся растворения, боящийся зависимости и от этого впадающий в зависимость. почему? Ну потому что если он однажды нашел для себя вот это самое универсальное лекарство против страха в виде любовниц, коллекционирования, наркотика, пьянства, то он будет тупо снова и снова это повторять. Почему? Ну потому что предлагаемые нами способы преодоления этого дела не будут содержать в себе способов помогающих ему преодолеть страх. Мы будем говорить веди себя правильно, веди себя так как все, а это страх смерти. Возьми себя в руки, не будь тряпкой, это что такое будет усиливать? Страх жизни, потому что как же я могу не быть тряпкой, если меня в любой момент могут по носу стукнуть? меня же не погладят, а я например привык к избытку заботы. мне кажется, что вот это очень важно понимать. Очень важно, потому что мы все равно должны обнаружить в любом своем подходе некое альтернативное лекарство против страха. Ну, хотя бы научиться объяснять вот этому самому я, что то, чего он боится, это детский страх, совсем инфантильный, страх младенца, который к его взрослой жизни и к реальным обстоятельствам внешнего мира никакого отношения не имеет. Я уже не помню кто, но, по-моему, Джеймс Холлес не уверен. Привел очень понравившуюся мне метафору, очень похожую на усилия психотерапевтов или работу в реабилитационном центре. Он говорит, представьте себе старую клячу, которая 20 лет ходит по кругу, вращая мельничные зернова. Тяжеленные мельничные зернова. Тут к ней приходите вы, распрягаете ее из ерма и читаете ей декларацию прав трудящегося человека. И, ужасно довольные, отпускаете ее пастись в луга. На следующий день, счастливые и довольные приходя к тому же весту, вы вдруг замечаете, как та же самая кляча уныло бредет по тому же самому кругу, уже без всякого ерма. Почему? Ну, потому что ее работа очень тяжела. Зато она является лекарством против страха. Она так работает каждый день, ее за это кормят, она чувствует себя в безопасности. Я хочу сказать, что вся проблема в том, что до тех пор, пока мы сами в своих подлинных мотивах поведения ведем себя исключительно ради того, чтобы преодолеть свой собственный страх, если преодоление страха мы видим как единственный смысл жизни, нам с проблемой наркотиков и всех остальных лекарств против страха, которые я даже в черне даже не начал перечислять, я думаю, что вы сами дополниться список. Не победить никогда, потому что все же очень просто. Если, не знаю, односельчане говорят, ты пойди к батюшке, он тебе поможет с твоей тревогой справиться, то мы отправляем человека не в церковь, а к врачу. И церковь действительно для многих становится лекарством от страха, а никакого отношения к вере это не имеет. Это скорее имеет отношение к наркотику. Вера это нечто совсем другое, в том числе связанное, между прочим, со страхами. Не могу сейчас об этом говорить, но я думаю, что все знают, что страх Божий это понятие, с которым к всякому верующему приходится сталкиваться. и так абсолютно во всем. Что же такое подлинное я? И как ни странно, это тоже достаточно просто изложить. Подлинное я это все то в человеке, что не предназначено для преодоления страха. И более того, подлинное я это все то, что страха, подлинное я это все то, что страх, чувство страха усиливает при внутреннем размышлении об этом. Внутреннее я или подлинное я или божественное я называют по-разному. Призванием. Я очень люблю слово интенционал. Многие очень любят слово быть собой, состояться в этой жизни. Но очень многие не понимают, что состояться в этой жизни означает пройти сквозь усиление страха, как и быть собой. Потому что если ты хочешь быть собой, то ты не ведешь себя как все. Потому что если ты ведешь себя как все, у тебя усиливается страх смерти. А если ты ведешь себя не как все, то у тебя усиливается страх жизни. и ты точно совершенно не получаешь заботы, нежности и поглаживаний по той простой причине, что тебя просто не понимают. Сначала я хочу сказать, что подлинное я, свое подлинное я, знает практически каждый человек. И это наши мечты. Вот Таня мне сегодня одного молодого человека направила. Он замечательный, потому что он звонит мне и сначала пытается понять, кто я такой, психиатр или нарколог. Он говорит, понимаете, какое дело? У меня маниакально депрессивный психоз. Хотя на самом деле никакого маниакального депрессивного психоза по всей видимости не было. А принимал он амфетамины и такие вспышки и колебания настроения для такого молодого человека очень полезны. Для такого молодого человека просто обязательно, потому что без них никакой прием амфетаминов не обходится. А поступает он в свои 22 года совершенно замечательно. Если родители приводят его к психиатру, он говорит, что он в общем скорее наркоман и принимал амфетамины. И психиатр говорит родителям, у него нет никаких психических заболеваний отправьте его к наркологу. А когда он приходит к наркологу, он ему говорит, вы знаете, или вот к специалисту по реабилитации. Он говорит, вы знаете, на самом деле, я вот в таком-то психдиспансере наблюдаюсь, у меня маниакально-депрессивный психоз. И нарколог отправляет его к психиатру. В конечном итоге, уже несколько лет, ничего не меняется, он сидит дома. Если родители его волокутов к наркологу, он там говорит, у меня маниакально-депрессивный психоз, а если к психиатру, у меня наркомания. В результате он сидит дома, не работает, не учится, на всем готовом. Время от времени родители его пытаются лечить, а он время от времени родители пытаются его лечить, а он не лечится, и вместо этого периодически тяжело больной человек принимает свой любимый наркотик. Что это такое? Это не психическая болезнь. Это он нашел лекарство против страха. Он остается маленьким, мера его ответственности не увеличивается. Для родителей он тяжело психически больной человек, которому не могут помочь ни наркологи, ни психиатры. А он нашел очень простой способ, как развести всех специалистов, желающих, и делать то, что ему хочется. Оставаться в безопасности, не переть навстречу страху жизни, а вдруг там кто-то скажет ему, что он глупый, не такой, неправильный. А страх смерти, если вдруг возникает то, что он называет депрессией, он преодолевает с помощью афетаминчика. Какого-то, я не знаю пока какого, я не знаю, дойдут ли они до меня. Замечательная получается картинка. Если бы такой мальчик был один, а то хотя бы на таком уровне, не понимая, что происходит, родители так его пока сами не помрут, так они будут. Потом он у них еще пить начнет. А должна быть у него депрессия обязательно. Человек без депрессии вообще жить не может. Депрессия это мне плохо. Если мне 22 года, я не работаю, не учусь, не общаюсь, то мне должно быть плохо. Я должен чувствовать себя виноватым. Потому что возраст-то идет, мне надо учиться, работать, жениться, сталкиваться с жизнью. А я боюсь. И смотрите, как только кто-то мне первый раз сказал, что это болезнь, вот этот страх жизни. Все. Я попался в ловушку. Не в кавычках, а в прямом смысле, в ловушку постоянного лечения. Не помню, ни у кого. Пытаюсь вспомнить. По-моему, уроку Элла Кента, такого очень героического северноамериканского художника, поэта, писателя, больше художника. Я когда-то вычитал вот эту простую, но совершенно гениальную фразу. Тоже боюсь, что я не могу цитировать дословно. Мне просто было, наверное, лет 20, и для меня это имело решающее значение, эта фраза. А может, это был не Кент, Уитман, в общем, кто-то из американцев. Я хочу сказать, что он писал очень просто. Он писал «Сегодня мне было очень тревожно в дневнике. Точка. Ну, что делать? Значит, я такой тревожный. Надо садиться в стихи писать». И на следующий день запись «Меня раздирают на части противоречия. Точка». Дальше. Ну, что делать? Значит, я такой противоречивый. Надо садиться писать стихи. Мы вот этого, как только мы вместо точка. Надо садиться писать стихи. С вами поставим другую фразу. Это болезнь великого поэта, художника. Не получится. У нас получится наркоман. Только он будет либо официальный, то есть леченный психоактивными препаратами, либо противозаконный, который лечится в реабилитационных центрах. Поскольку для того, чтобы от я лечебного, от я ложного, от я построенного для того, чтобы бороться со страхом жизни и страхом смерти, перейти к своей подлинности, даже к подлинным чувствам. Ну, например, использовать мужа или жену не как лекарство против страха, которое и по головке погладит, и поесть подаст, как большому начальнику, вежливо, с поклоном, и, в общем, позаботится, как мама. К настоящей любви нужны две вещи. и в первую очередь это мужество. Между прочим, абсолютно забытое в нашей культуре понятие. Дело в том, что мужество это не храбрость, это разные слова. Мужество это сочетание храбрости с постоянными сомнениями. Мужество это сочетание храбрости и мудрости. мужество мужество это то качество, которое позволяет сказать «Как-то вчера я очень сильно тревожился». Ну, что делать? Значит, я такой тревожный, надо идти на работу. Или сказать «Я такой противоречивый». Ну, значит, я такой противоречивый, надо идти стихи писать. А у нас-то сегодня вот это «Я противоречивый» именно противоречивый заканчивается диагнозом шизофрения или вот маниакально-депрессивный психоз. И еще одна вещь нужна, последняя и вторая. Нужно воображение. Потому что подлинное «Я» это мечта. Правда, снова нужно отличать. Есть два рода мечтаний. Вообще есть два рода любой внутренней работы. Один род мечтаний это род мечтаний о защите от страха. Второй род мечтаний героический. И вот только второй род мечтаний он может очень много сказать о подлинном «Я». Правда. для этого нужно в этих самых мечтаниях научиться разбираться. Ну, например, если юноша мечтает о девушках, сексуаль сексуальные мечты это отнюдь не позор, это совершенно нормальная часть мужских и женских фантазий, то их стоит называть фантазиями а не мечтами по той простой причине, что есть фантазии, в которых юноши мечтают о том, как девушки страстные и неистовы им отдаются, как они раздеваются, как они хотят юношу. А есть род мечтаний, в которых юноша, мне уже можно признаваться, есть род мечтаний, в которых юноша как бы пытается девушку заслужить. Это героические, как правило, мечтания. И, между прочим, в этих мечтаниях очень часто видно подлинное призвание человека, его склонность, его подлинное я. Потому что есть юноши, которые представляют себе, что они играют на сцене на гитаре, играют так, что девушка жалеет о том, что отказал юноша. Да, 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 вот тогда ты пожалеешь Иванова. Была такая школьная песенка. И вот тогда ты пожалеешь Иванова, что-то там, что ты меня не замечала. да, 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 а есть юноши, которые защищают девушку в драке, например, я не знаю, в подземном переходе, да, вот, на девушку нападают бандиты, тут вылазят храбрые юноши с портфелем. Вот, и портфелем по голове разгоняет бандитов, девушку. Я смеюсь, потому что все, наверное, помнят советское кино, в которое ситуация прямо противоположная. А есть юноши, которые в такой ситуации представляют себя художником. Мы боимся возвышенных героических мечтаний, вместе с тем ведь только они и вера в них позволяют человеку преодолевать страх. И когда я пытался на этих лекциях говорить о том, что у человека должна быть трансцендентная задача, задача каких-то возвышенных переживаний, то я имел в виду, что, может быть, так вы сможете отличить. Мы, как правило, пытаемся учить человека разным способом преодоления страха. А на самом деле нужно искать его цели и нужно учиться говорить о мужестве, о том, ради чего человек должен преодолевать страх. все те, кто работают с современными, особенно пациентами, с пациентами, сегодня, независимо от вашей специальности, названия, учреждения, нам надо учиться отличать подлинное и отложенное, и понимать, что все формы зависимого поведения это поиск универсальной таблетки от страха. И что предлагать? Мы можем только альтернативу, не другую таблетку от страха. Иначе мы и на входе, и на выходе получим одно и то же зависимость, чего и требовалось доказать. Альтернатива